всем добрый день дорогие подписчики и гости канала хотим мы того или нет у каждого из нас есть родовые программы память поколений можно так ее назвать как хотите наш род влияет на нашу жизнь и если есть какие-то непроработки все это сказывается на вас конечно большее значение больше всего на вас отражаются ваше второе поколение это ваша мама и папа которые как раз таки отвечают за деньги за ваши отношения и также за ваше здоровье но есть еще и другие поколения обычно принято считать 7 мы сегодня с вами проработаем 5 поэтому чуть дальше я объясню почему именно в этот день мы именно сейчас мы решили взяться за силу рода и так пишем сегодняшнее число сегодняшнюю тему сила рода и проделаем упражнения сейчас к вам придут слова откуда-то из подсознания вы можете их не понимать не пугайтесь этого это могут быть какие-то негативные слова это могут быть позитивные могут быть какие-то страшные или злые пишите пожалуйста все давайте разогреем наши нейронные связи алиса поставь таймер на две минуты пишешь первое что и будет голову отчет пошел и 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 я аж выдохнула посмотрите пожалуйста что вы сейчас ощущаете очень важно обращать внимание на ваши впечатления на ваши ощущения наблюдайте это будет очень мощный очень очень такого психологическая проработка очень сильная посмотрите на свои слова посчитайте их посмотрите на количество которое у вас получилось 45 слов я с вами поделюсь да у меня очень много вышло негативных слов такие как обиды и боль какие-то там пагубные привычки дедушка пришел вторую мировую и все это вышло от дальше пошло деньги успех что же я предлагаю положить листья горизонтальные долго думала я готовилась к эфиру я вам покажу собственно говоря все что буду рассказывать вертикально но достаточно не влазит да скажем так поэтому схема у нас будет вот такой лист горизонтальный мы нарисуем пять поколений ваших прессов сейчас будем рисовать так чтобы не запутаться а потом перевернем лист чтобы получилось древо более комфортно и более удобно кто очень хочет может взять какой-нибудь тонкий маркер или карандашами рисовать дает пробовал карандашами нормально так получилось итак собственно говоря первое поколение в вашем дереве это вы нарисуйте его где-то не надо слишком высоко потому что у нас там корни пойдут все ресурсы которые вся та энергия которую вы собираете с рода пропускайте через себя и собственно говоря что она вам это дает мы все это будем с вами искать вот поэтому найдите на листе себя примейтесь подышите меня всю трясет такое тоже бывает рассказываю почему мы это делаем сегодня так сейчас дальше расскажу задание да будет каждый рисовать и расскажу почему мы это делаем именно сегодня значит первое поколение это я можете поставить циферку 1 дальше сделайте вот такие вот линии до чтобы вам было понятно дальше нарисуйте свои маму и папу мамы слева папа справа не поможете потренироваться изначально на листе чтобы у вас все влезло циферки 5 ой циферки 2 простите дальше у наших мамы есть мама и папа это у нас третье поколение здесь у нас идет у папы мама и папа у каждого из них есть мама и папа четвертое поколение можете циферки себе ставить чтобы не запутаться запутаетесь кружочков будет потом сложнее и пятое поколение мама и папа мама и папа всех тоже есть человек не приходит на землю просто так да он не появляется из воздуха у него обязательно есть родители то что палочки остались ничего страшного в китае с 28 числа вот через пару дней начинается такой начинается очень большой такой месяц важный от части кто-то даже считать что новый год начинается месяц голодных духов в этот месяц принято почитать всех 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 своих предков и считается что нужно вот оберегать дом свой потому что есть голодные духи которые застряли между мирами вот они ушли но не поняли что они ушли они туда не попали здесь не остались вот и собственно говоря таким вот от таких духов нужно защищаться кто-то считает что приходит что приходят уже ушедшие родственники да и очень важно им предлагать палочки благовония почитать предков это важная миссия собственно говоря что мы теперь делаем и теперь переворачиваем лист вот вот так вот у вас все это ваше древо получилось кто хочет делать дальше пожалуйста но 32 кружочка на шестое поколение у меня просто здесь не поместится да хотим на того или нет мы рождаемся в семье в семье у нас есть мама и папа это наше второе поколение которое отвечает за чувство дома безопасности отношения с социумом можете пообводить кружочки сейчас если очень хочется и мы что мы начинаем сейчас делать мы начинаем проводить нейрографические линии я их вот так вот проведу к себе вот но линии мы сейчас будем вести сверху чтобы собрать энергию нашего рода чтобы собрать всю силу нашего рода так не с того начала ну ладно волнуюсь видите сама тоже 7 давайте так седьмое поколение про 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 бабушки и и дедушки да это считается высший смысл жизни сейчас мы будем вести нейрографические линии оформляя все это в дерево да через кружочки через ваших детков и все они должны пройти через вас все линии должны пройти через вас уйти в корни и вниз надеюсь это понятно вот отвечать за высший смысл жизни соответственно шестое поколение у нас это про 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 бабушки про 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 дедушки это интуиция отношения к миру законы мироздания шестое поколение у нас отвечает можете сразу округлять если очень хочется до шестое поколение у нас отвечает за отношения вот к миру и мирозданию 5 поколение это наши уроки то есть вот считается даже что если вы что-то там не отработали текущей жизни то через пять поколений бы но это гипотеза опять же да она не доказана то через пять поколений вы и вернетесь и у вас будет шанс все исправить все вот эти пагубные привычки непорядочный секс алкоголь на наркотическая зависимости ошибки в браке у кого-то может быть есть то ошибка если кто-то разбирается в базе ошибка иньян почему-то не могут встретить один раз и на всю жизнь любовь почему нужно пройти кучу испытаний порой достаточно болезненных до соответственно хорошие здесь тоже вы получаете заработала хорошие получаете хорошие что у нас дальше дальше четвертое поколение также можно энергию считает собрать из восьми компасных направлений это наша материальная сфера если вдруг у вас в вашем роду предки легко зарабатывали или просто зарабатывали нашли возможность до сумели и вдруг вам кажется что вам отчасти вот хоп повезло да достаточно быстро добиваетесь результатов если ваши предки были профессионалами своего дела где-то тогда у вас это все тоже проецируется и очень важно обращаться за помощью к предкам за их силой потому что она колоссальная это на тонком уровне тонкие энергии не знаю если кто-то верит я очень рада если кто-то не верит попробуйте я к этому так отношусь но я знаю что сила рода она очень сильно помогает и я знаю что те ошибки которые например у меня в жизни до в моем роду отчасти их тоже приходится мне отрабатывать ну как бы я не обязана их отрабатывать да но чтобы не отрабатывали дальше дети нужно просто это вот отработать и отпустить до раз и навсегда почувствуете как вам линия ведется вот я только с первой закончила как у вас ну и таким образом мы проведем несколько нейро графических линий значит третье поколение это наши так четвертое это наши прабабушки прадедушки третье поколение это бабушки и дедушки они отвечают у нас за наши таланты может быть вы обращали внимание что то чем занимались ваши бабушки и дедушки возможно стали заниматься вы они помогают вам раскрыть ваши таланты иногда так случается что вроде их не было когда начал вот заниматься отрабатывать проработку рода делать тогда вы в себе открываете какой-то талант такое тоже очень часто бывает если вдруг кто-то будет сегодня плакать кому-то будет жарко это нормально единственное о чем я вас прошу думать о том как вы благодарны своему роду их не нужно любить ну в идеале их конечно нужно любить да но если вдруг вы не сумеете найти в себе это чувство то хотя бы поблагодарить их от всего сердца потому что хотим мы того или нет благодаря им есть мы может быть кто-то у кого-то ошибкой стал да такое тоже бывает вы мне сейчас скажете как можно любить если меня там убить хотели но это карма у вас такая вы сами выбрали этот урок вы сами выбрали родиться в этой семье у этих родителей поэтому тут хотя бы поблагодарить и да за то что вы есть любить не надо но поблагодарить можно дальше второе поколение деньги это у нас мать мать отвечает за нашу связь с материальным миром здоровье также очень важно если у вас какие-то вы видите проблемы с деньгами проблемы с здоровьем проблемы с партнерами тогда это все вам надо прорабатывать ваши ваши отношения со вторым поколением ваши отношения с мамой и папой и первое поколение это лично вы как личность и вам здесь очень важно понять ваши глубинные задачи ваше предназначение ваше предназначение и жизнь свою жизнь жить свою жизнь не отрабатывая не платя за ошибки ваших предков условно говоря если как это работает может быть вы обращали внимание что очень часто дети повторяют программы своих родителей если у отца было если отец и мать счастливые то соответственно и ребенок такой счастливый но вы покажите мне таких людей их на самом деле очень много но чаще всего нам на глаза попадают люди которые разводятся где от любви сразу не остается и следа и очень сильно страдает психика ребенка от того что мама папа разводятся соответственно когда этот ребенок вырастает он повторяет их программу он тоже самое заводит семью от любви не остается и следа он разводится вот и так продолжается достаточно долго никто этого не хочет никому это не надо поэтому в этот месяц очень важно хотел еще сказать по поводу шестого поколения вот шестом поколении 32 зуба и очень интересный вот этот момент у нас во рту тоже 32 зуба ну сначала когда человек рождается у него их 20 а потом 32 зуба и даже там по зубам могут сказать какую сферу ну то есть какая сфера страдает с каким поколением нужно работать очень интересно и так месяц называется питу пакша это месяц почитания предков месяц голодных духов считается что те кто вот видите почему-то тянет у меня энергия правая сторона папочка тянет вот ничего мы сейчас все ее вернем наблюдайте если вдруг рука пошла вам нужно вернуть энергию мы ее сейчас с вами собираем считается что вот иногда бывает тогда что человек там ушел и даже не понял что ушел никто не понимает почему вот ну и соответственно человек сам не поняла вали несчастный случай еще что-то такое и все вот эти вот голодные духи они вот бродят и пытаются найти себе шанс возможность на реинкарнацию поэтому в августе месяце очень важно быть там аккуратными с открытыми водоемами на дорогах ну то есть вот все вот это вот нужно обращать внимание вот и точно также ваши предки как бы вы их там не почитали в другие дни кто тут разных вероисповеданий это неважно вот я вам рассказываю про китай сейчас и очень важно их почитать предлагать им пищу задабривать их до чтобы они вам не на вредили ни в коем случае вот а и также в китае везде зажигаются огни очень яркие чтобы прибавить янской энергии потому что инская энергия она начинает достаточно уныло влиять на вашу жизнь поэтому держите себя в руках держите себя в тонусе ну вот ни в коем случае не унывайте и почитайте предка много вопросов возникнет сейчас по поводу кладбище я категорически против когда вы ходите на кладбище там очень много сущностей вот и они крадут вашу энергию поэтому почитать можно и и дома там арома палочки рис приготовить предложить пищу то есть никуда ходить не надо на это мое личное мнение прислушиваться нет решать вам вот поэтому мы сейчас с вами с благодарностью к нашим предкам просим у них открыть нам все дороги мы их почитаем их вспоминаем если кто-то уж очень заинтересовался самый сильный день для почитания при 13 августа вот 12 августа можете зажечь везде ароматические палочки очень вкусно пахнут они есть мантра на максарва татьяга то овалакита самбара самбара хум вот она отпугивает но она вообще убирает устраняет весь негатив можете пройтись с ней по дому можете предложить дубу ароматические палочки да и там дубу и сущностям которые там есть это очень поможет вам скажем так вот мы продолжаем собирать энергию у нас получается достаточно такое сильное дерево пушистое а рисую зеленым чтобы ну во первых мне захотелось во вторых у меня дерево ассоциируется все-таки зеленью могущество сила дуба вы представляете как у нас есть программа конкретно у нашей семьи и там генеалогическое древо и вы знаете вот до пятого поколения нашли родственников а дальше уже как-то не получается что-то закрыто что-то не дает но очень интересно в нашем дереве на данный момент около 500 человек вот со всеми совпадениями днк то есть мы все сдавали эти тесты и конечно очень интересно когда ты можно запросить все данные в архивах каких-то находится оказывается там один из моих дядей про его прабабушки прадедушки были там какими-то супер богатыми людьми но потом война или они остались без всего вот их семья вот такое тоже бывает ну в общем я к тому что даже если у вас есть например ваше древо семейное даже если вы его ведете вы уже прорабатываете тело таким самым образом почитаете своих предков потому что потому что когда вы говорите вспоминаете о людях пока они говорят они как бы живут а живы воспоминаниях и существуют поэтому обращайтесь к ним на словах можете попросить можете сейчас я хотела дальше но можете даже сейчас благодарность уже проговаривать какие-то там свои им благодарности если где-то что-то не округлилась ничего страшного округлить потом к работе можно возвращаться бесконечно долго сколько вот вам хочется почувствовала что хочется еще там что-то доработать пожалуйста дорабатывать вас никто не не ограничивает это ваша работа и вы можете все это делать соответственно зачем мы все это прорабатываем во первых чтобы наше дерево не штормило и нашу жизнь потому что как бы мы того не хотели к сожалению мы отрабатываем разумеется и награды получаем если попросим опять же тут очень важный момент если 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 вы просите вам дают если вы не просите вам ну как повезет но когда просите дают всегда вот затем что мои программы отрабатывать не хотим чужие то их нужно просто решить и закрыть раз и навсегда все урок усвоен до свидания вот а во вторых нужно жить свою жизнь в любом случае всегда в отношениях например разводы это тяжело да тяжело для человека тяжело для детей если они вдруг есть вот и когда вы показываете своему ребенку что а вот можно можно развестись можно он потом точно также начинает думать своей жизни это очень большая редкость чтобы этого не произошло обратите внимание может быть у кого-то пагубные привычки есть это все тоже спасибо вашему роду но помимо всего того плохого что он вам по вашему мнению дал не бывает такого чтобы не было обид бывает они всегда есть и всегда надо прорабатывать помимо всего того плохого что по вашему мнению вам ваш род дал он готов вам дать и много всего хорошего во первых вы посмотрите сколько всего произошло за ну грубо говоря 700 лет сколько там воин было голодовок каких-то там болезней и тем не менее ваш род выжил и у вас есть эта сила жить вы сильные сильная личность вы сильный человек и именно вашу отдает вам эту силу он дает вам силу для того чтобы вы жили не выживали даже а именно жили именно за это хотя бы за это мы можем быть им благодарны у меня глаза на мокром месте такое тоже бывает кто-то скажет по поводу мамы и папы там физическое насилие не дай бог какой-нибудь сексуальное наркоманы алкоголики я все прекрасно понимаю я все это прекрасно понимаю я с уважением отношусь к вашим чувствам и я не говорю вам что вам нужно идти с ними обниматься или целоваться я вам говорю о том что вам их нужно просто поблагодарить ваших предков в шестом седьмом поколении в пятом в четвертом может быть кого-то даже в третьем многих уже нету но наверняка в них было что-то хорошее и и в вашей памяти глубоко в вашей памяти может быть вы запретили себе о чем-то думать поверьте мне я первый человек который вычеркнет раз и навсегда и никогда не вернется а пойдет к психологу и проработает все обиды не нужно с ними общаться если вас очень сильно ранили и обидели вам для самих себя нужно их простить а сейчас мы выражаем им огромную благодарность потому что может быть вот это качество что мы сейчас те кто мы есть какое-то качество до котором вы в себе восхищались взяли от них именно поэтому мы им за это очень благодарны ну а в себе к тому же мы это качество например еще и безумно любим поэтому тут уж явно есть за что поблагодарить с любовью и мы просим проводя эти нейрографические линии сейчас мы обращаемся к нашим предкам с благодарностью мы их почитаем и мы их сейчас просим дать нам силу дать нам идеи реализацию этих идей дать нам любовь дать нам деньги все все что вы пожелаете заручиться поддержкой рода мы все это сейчас просим может быть кому-то сейчас какие-то картинки придут перед глазами наблюдайте что вы чувствуете посмотрите сколько нейрографических линий у вас появляется на вашем кружу на ваших кружочках на ваших предках каждый что-то пытается вам сказать и у меня ощущение как знаете как птички поют что-то очень хорошее я прошу вас дорогие мои предки дать мне свою силу поддержать меня во всем расчистить мне все пути я вам благодарю я вас я вас благодарю за то что вы были за то что вы есть за то что вы прожили такую удивительную жизнь вы жили и все то хорошее что есть во мне мне досталось от вас точно так же как и все плохое ну для кого-то это плохое но для меня это хорошее с любовью видите линию посмотрите как вы здесь окрепаете с каждой линии когда вас входит сила и энергия ваших предков с пятого поколения представляете как далеко вы даже можете не знать как их зовут но они очень часто могут приходить к вам во сне вот люди у кого сильно развитая интуиция могут даже во сне своих предков встречать но единственная наверняка люди не знают как они выглядят а поэтому не понимают тонкий мир он есть отрицать нельзя поэтому мы с вами к нему и обращаемся я прошу вас помощь я прошу вас силы бывает так что там раньше в вот во времена даже бабушек наших там к сожалению нельзя было но не было хороших средств контрацепции да и очень много детей или погибала или кто-то там пытался избавиться насильно от детей да это считается вообще очень плохо и после вот таких вот бабушек которые там аборты делали избавлялись от детей уже там внуки правнуки потом не могут зачать такое тоже бывает а нужно это вот то о чем я вам говорила потерянные души да нужно предлагать палочки ароматические пищу накормить их чтобы они вам не навредили то и попросить прощения и поблагодарить их за то что они есть они не виноваты да в том какие они в том что они оказались таких ситуациях вот но если вот такие глубинные проработки делать даже те у кого там где так нет детки придут может быть вы обращали внимание семьи у которых но сейчас получше да но вообще есть семьи где не рождаются мальчики это потому что девочки вбили в голову что вот все мужчины вот ты видишь там папа ушел все мужчины плохие они не нужны такое тоже есть вот самое главное никаких обид не держать все прорабатывать в данном случае понять их простить их поблагодарить им тоже нелегко это мы здесь живем ходим дышим мы можем что-то сделать поэтому дорогой мой род я прошу тебя дать мне всю свою силу всю свою поддержку для получения всех благ этого мира может быть у меня есть какие-то таланты о которых я не знаю ты мне их откроешь счастье в семье ты знаешь что для меня семья очень цена я люблю свою семью дышите если кому-то сейчас плохо грустно может быть у кого-то наоборот радость прилив сил попробуйте почувствовать всю эту благодарность всю эту силу вашего рода мне хочется еще парочку линии буквально провести я думаю что я закончу я головку маркера сломала такое тоже бывает подходит по цвету да этот подходит этот маркер мы благодарим видите как иногда даже такие моменты они вам говорят о том что вы что-то на правильном пути так что эту работу когда можно рисовать во первых можно рисовать тогда когда вам хочется будет идеально если вы будете рисовать ее в августе месяце это очень такое сильное время считается намного сильнее почитание чем эти во многих культурах там может быть на кладбище куда-то ходят в церкви или еще куда-то вот такое у меня количество линии будет я определилась дальше линии тоже пусть видите они продолжаются мы бы их оттуда взяли лист закончился кто хочет нарисовать 6 7 колено можете доложить лист можете заново нарисовать работу говорю 6 поколение это будет 32 человека 7 поколение соответственно 64 вот рассчитывайте так чтобы вам хватило я чувствую невероятный прилив энергии прилив сил какое-то такое желание помолчать и услышать свой собственный голос внутри как будто мне что-то пытаются сказать понаблюдайте как вы себя ощущаете может быть на конкретных кружочках на конкретном поколении у вас что-то очень сильно включается и когда я вам сегодня рассказывала что четвертое поколение то у нас то есть пятое поколение до четвертое поколение нас материальная сфера я поняла что ну что-то мне не договаривали про родственников но как правило мозг он так устроен что люди начинают придумывать и сказки сочинять или все врут можете так это назвать поэтому где-то не принято каких-то членов семьи говорить что-то вот поэтому но мне явно что-то не договаривают учитывая способность получать деньги но опять же тоже можете посмотреть легко или как вот так я думаю что я закончила пусть ну нет я еще хочу линию посмотрите все ли они у вас выходят прям вот сюда вот в корневую систему вот как бы как земля как плоды понаблюдайте за своими ассоциации ассоциациями с чем у вас ассоциируется этот рисунок эта работа видите как тесно тесно все переплетается вроде они сначала были сами по себе каждый но тем не менее это одно единое целое это древо вашего рода и только вам известно может быть у вас какие-то детские воспоминания есть взрослых пытались затушить такое тоже бывает а тебе показалось еще что-то но тем не менее если у вас есть такое ощущение каких-то пробелов вот может быть где-то вам пусто я не просто так стала линии доводить пробелы они говорят о том что кого-то из дерева пытались выкинуть может быть там папу чего-то может быть там детей каких-то неугодных в общем и соответственно что начинает делать дерево она начинает дырочки такие появляются и пытаясь восполнить энергию вот ваш ваша уже жизнь да она пытается воспроизвести эту программу которая которая вот дырочкой стала да и не всегда вам это на руку все я пожалуй закончила вроде и тяжелые ощущения как будто я не знаю концерт в лыжниках такая толпа в любом случае я очень благодарна я очень рада что моя задумка она сработала что ж мы переходим к цвету надеюсь сейчас цветом вам всем станет значительно значительно легче посмотрите какие цвета к вам в ладошке идут понаблюдайте что вы берете как может быть как то ваше состояние меняется может быть ну вот что с вами происходит с чего вы начали и постарайтесь начать сверху чтобы вся энергия она вот спускалась к вам желтый все равно свет солнце ощущение такое тепла да было доброты появляется внутри ощущение радости легкости должно приходить сразу вот видите куча скажет людей сейчас напишет если где-то не увидели что-то к работе можно возвращаться сколько угодно но этой работой мы сейчас пытаемся прочувствовать всю вот силу нашего рода обращаемся к нему за помощью до пятого колена пятого поколения может быть какие-то у вас просто вам захочется выделить одним цветом да не они как светящиеся ангелочки все равно это какие-то души до которые улетели на иногда вот ощущаете чье-то присутствие их нет но когда вы о них вспоминаете они с радостью бегут вам помочь потому что человек энергия так устроена да она идет на хорошее если вы зовете просите помощи еще и благодарите то поверьте мне вам дадут абсолютно все что вы желаете я собираю всю силу своего рода заручаюсь поддержкой если кому-то хочется про не игры про нейрографировать какой-то круг с каким-то вашим предкам пожалуйста от этого будет только лучше в идеале работа вам должна понравиться если вы сами себе честно ответите на вопросы какие вот проблемы вот так вот сразу берут и попадаются в глаза никто не будет вам отвечать можете просто пойти сжечь это все выписать на лист и сжечь все свои обиды потому что как оказалось у меня 45 слов обид народ наблюдайте какие цвета что еще уберете не знаю почему голубой что-то волшебное что-то такое чистое чистая энергия у меня так это ассоциируется энергия она спускается к вам со всех поколений для ваших детей вы уже будете вторым поколением вот она заходит в меня как вы сейчас ощущаете с какими цветами когда добавляете те или иные цвета что вы чувствуете а еще ведь у каждого у каждого из этих ваших предков может не у каждого но у многих были братья и сестры у некоторых огромные несколько детей у моей бабушки например вообще их пятеро было но изначально помню чуть побольше вот но там уже потом взрослым возрасте 5 осталось такое какое-то мистическое дерево получается пусть 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 ваш рот ваши мамы папы дай бог им всем здоровья пусть все будут здоровы и счастливы не просто так всегда кстати желаете я желаю тебе счастья это очень сильно меняет вашу жизнь мама папа дедушки бабушки прадедушки прабабушки прапрадедушки прабабушки дайте мне свою энергию дайте мне свою силу дайте мне возможность жить счастливой процветающей жизнью не хочу я никакие уроки отрабатывать я все поняла мне достаточно увидеть было на вас все не обязательно закрашивать все пусть у вас где-то будут линии света может быть там те родственники которых вы не написали не написали не потому что не знаете оставьте оставьте идеи оставьте место волшебства вот как я хотела сказать можно больше нейрографических линий сейчас секундочку наблюдайте что вы ощущаете может быть вам какие-то истории из вашего детства когда с вами бабушки дедушки делились о том что в прошлом большинство современных детей тоже очень интересно они ведь маму папу знают ну бабушку дедушку это не факт что общаются вот а что там говорить о третьем поколении пятом ну какое поколение не слышал я не знаю во первых не знаю потому что еще маленькие то есть собирать начинают такую информацию уже значительно позже начинают ей дорожить представляете как вся сила рода спускается к вам наполняет вас проходит через вас посмотрите сколько соединений у вас получилось цвет может накладываться один на другой пожалуйста ну вот кто хочет проработать это это вам поможет к тому же у нас новолуния совсем скоро вы знаете сейчас идеальное время для каких-то работ с прощениями проработками ссылки прикреплю ниже на очищение нейрографика от луны не зависит но если вы можете усилить как-то ваш рисунок то почему бы и нет пожалуйста наоборот это нужно все делать ну вот так что практики сейчас всевозможные на очищение соответственно после новолуния можете в этот период в период вот этого месяца почитания предков можете кто хотел проработать и откладывал отца мать практики вот эти вот поклонов пожалуйста делайте ваша жизнь изменится и вы не представляете насколько сильно как у меня сильно выделилась то третье поколение видны подписаны поэтому видно всем все видно что я могу сказать по своей работе есть много то чего я не знаю они прекрасней чем я не вдумала есть что мне дать можете как хотите меня назвать эгоисткой ну да им есть что мне дать я это с благодарностью приму я действительно такая какая есть отчасти благодаря им и даже те уроки которые не хочется проходить то там глядя на каких-то разведенных в семье с какими-то зависимостями ты понимаешь что мне это не надо посмотрите пожалуйста на свое дерево внимательно проникнитесь к нему можете ладошками вот так вот подержать почувствуйте попросите весь свой рот дать вам силу дать вам энергию почувствуйте как годят ваши ладошки как энергии из листа наполняет вас плечики расправляются вдыхаете глубоко сила мудрость поколений входит в вас через ваши ладошки хорошо стало да ну что ж соединяем социумом наше дерево драгоценное так вот так вот так вот так вот и округляем как вы себя сейчас ощущаете пишите в комментариях делитесь делитесь впечатлениями понаблюдайте может быть к вам уже какие-то идеи пришли может быть у вас какое-то чувство легкости появилось может быть вы стали ощущать поддержку за всем 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 наблюдайте тонкий маркер пальчик если честно болит вот вы видите я сейчас округляю и что находится здесь вот посмотрите вот просто провести вот здесь и будет какой-то что-то что-то уже какой-то подарок от моих предков и вот здесь вот обратите внимание я не успела дорисовать они мне уже шлют свои щедрые подарки даже само ваше намерение изменить жизнь меняет вашу жизнь так что будьте так что будьте твердо настроены имейте твердое намерение иметь живите той жизнью которую вы хотите проживайте свою жизнь вам не нужно всю жизнь отрабатывать уроки и ошибки ваших предков им тоже очень жаль что вам приходится это делать за них почувствуйте их любой посмотрите я не успела дорисовать они вот уже здесь какие-то их подарки подарки из моего рода прям не терпится посмотреть какой цвет тут пойдет кто бы сомневался что это будет желтый еще такие большие мне вот иногда даже кажется что жалко что у меня нету золотого можете сейчас после того как закончите рисовать еще раз написать проделать упражнение написать слова на тему сила рода и посмотреть что изменилось что ж я закончила давайте проведем линию поля и сделаем фиксацию да я думаю так правильно линию поле мы тоже будем вести сверху чтобы еще больше энергии пришло в нашу жизнь надо было зеленым наверное да передумала с любовью чувствуете как эта линия поля наделяет еще больше энергии вашу работу чувствуете как сила вашего рода проходит через вас чувствуете округляйте 1 2 может быть кому-то еще хочется линии поля 3 и фиксация одна фигура куда вас поведет рука можете приложить руку к листу и почувствовать вибрируем я но только почему-то больше значительно больше наполнилась энергией получила поддержку от рода и смотрите как значительно больше стало округляйте аккуратненько все пересечения я не буду занимать время в эфире я вас благодарю за просмотр ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал чтобы не пропустить выпуск новых видео ну а поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе можно по ссылочке в описании обязательно оставлю сейчас рекомендации свои в описании также что посмотреть как подготовиться к новолунию вот ну а всем вам я желаю классного дня пока